Привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у Аленушки. Тема сегодняшнего видео весенняя подкормка пионов для обильного и пышного цветения. Пионы при правильной своевременно проведенной весенней подкормке порадуют нас потом в дальнейшем пышным цветением. Яркие бутоны этих растений с разнообразной сочной окраской украшают сад весной на протяжении первых летних месяцев. При грамотном уходе пионы отличаются долголетием, радуя нас обильным цветением даже до 50 лет. В весенний сезон пионам потребуется весь комплекс питательных элементов, основными из которых являются азот, фосфор и калий. При достаточном количестве азота активизируются ростовые процессы, улучшается обмен веществ. Если этого элемента недостаточно, то растение ослабевает и может погибнуть. Калий необходим для формирования достаточного количества цветочных почек, а также развития новых побегов. Фосфор участвует в обменных и ростовых процессах, а также необходим для качественного фотосинтеза. Если грунт обеднен основными питательными элементами, то пиона не будет пышной зелени и обильного цветения. Для подкормки используют как органику, так и минеральными комплексами. Конечно, мы смотрим на состояние растения, состав почвы. Из органических разновидностей часто применяют мочевину, древесную золу, настой крапивы, настой дрожжей, настой куриного, коровьего и конского навоза. Также применяют и в сухом виде коровий, хорошо перепревший навоз, конский хорошо перепревший навоз. Товарищ он должен быть как торф по структуре. Из специально готовых питательных смесей рекомендуется применять такие препараты, как Идеал, Байкал, Фертика, Люкс. Проведение весенней подкормки. Это, конечно, надо удобрить грунт под пионами, постепенно насытить субстрат важными веществами и соединениями, которые в дальнейшем усилят рост процессов и нашему растению дадут продолжительное пышное цветение. Обязательно соблюдаем рекомендуемую дозу вносимых удобрений. При чрезмерном и большом увеличении питательной порции молодые саженцы пиона способны даже погибнуть, а на взрослых кустах можно не дождаться появления соцветий. Соответственно, при недостатке удобрений из-за уменьшения дозировки развиваются болезни. Растение повреждается вредоносными насекомыми, замедляется его рост. Для молодой поросли постоянно дефицит необходимых элементов может закончиться увяданием. Итак, практикую трехразовую весеннюю подкормку. В апреле месяце первая подкормка идет азотным удобрением. Перед процедурой вокруг куста освобождаю весь мусор. Если есть какие-то остатки, обрезаю, рыхлю. Обязательно надо хорошо прорыхлить почву. Если у вас грунт сырой, то есть у нас, допустим, идут сейчас каждый день дожди уже в течение нескольких дней и по прогнозу ожидаются еще на ближайшую неделю дожди каждый день. Поэтому предварительно я проливать грунт не буду вокруг пиона. Но если у вас грунт сухой, обязательно проливаем хорошо. От трех до пяти ведер воды проливаем, если корни уже, ой, кусты, если уже взрослые, проливаем воды, чтобы наш пион насытился влагой. Далее уже вносим либо разведенные азотные удобрения. Я буду использовать сегодня аммиачную селитру. Мочевину тоже можно использовать, но она работает тогда, когда у нас на улице тепло. Но так как сейчас похолодание, даже ночь уже дается до нуля градусов, то мочевина будет работать плохо в такую погоду. Хорошо работает в прохладную погоду. Это аммиачная селитра. Поэтому я сегодня ее использую. Хорошо прорыхлила почву. У нас, повторяюсь, дожди, поэтому я проливать не буду. И вношу по сухое удобрение и снова рыхлю. Если же у вас, повторяюсь, сухая погода, хорошо проливаем, рассыпаем удобрение, либо разводим в воде на 10 литров 1 столовая ложка и проливаем наше растение. Если вы внесли по сухому грунту, то обязательно рыхлим, не по сухому, а по сырому грунту, то обязательно хорошо рыхлим, чтобы удобрение не оставалось на поверхности грунта. Повторно буду проводить подкормку уже на этапе формирования бутонов. Обязательно сниму на эту тему видео. Обязательно покажу вам, как будут пионы после первой подкормки. И, конечно, будет обязательно третья подкормка. Это уже, когда раскроются первые бутоны. Все подкормки смотрите на моем канале. Практикуя весеннюю подкормку в саду для великолепных пионов, главное определить сроки внесения удобрений и не пропустить тогда, когда появляются только первые-первые расты, вот такие почки, которые еще не раскрылись, мы вносим азотное удобрение, чтобы дать растению хорошо нарастить свою массу зеленую, дать толчок роста его. И потом в дальнейшем обязательно, повторяюсь, во время бутонизации и во время уже наступления цветения. Ну вот и все. Понравилось видео? Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю здоровья, удачи, хорошего весеннего настроения, хорошей нам погоды и до новых встреч, до новых интересных видео. О продолжении своего видео хочу вам показать цветение пионов, которые цветут на участке и украшают мой зеленый сад. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok